Пересечение улиц 45-я параллели и 50 лет в ЛКСМ. Спальный район. Подобный двор вы точно видели хотя бы раз, но конкретно этот как-то сам собой стал местом общего сбора для всего микрорайона. По словам жителей, как только потеплеет, площадь между девятиэтажками наполнится жизнью. Ну у нас же здесь человек 50 летом собирается. И дети, и подростки. А взрослые каждое утро вот здесь занимаются, потому что, ну, сами знаете, спорт это жизнь. Но самое главное, что вы не против, что здесь такая точка притяжения, чтобы она здесь и была. Пусть она будет, пусть она будет. Где-то все равно молодежишь надо быть. Но ресурс двора явно начинает себя исчерпывать. Качели и горки ветшают, а вместо футбольной площадки есть только неухоженное поле. Здесь получается так, что идешь, разровнять надо. Вот такие ухабы. Дети с горки катятся, они, естественно, и ноги могут поломать, и все, что угодно. Это, кстати, проблема многих российских дворов. Между домами может быть большая территория, но по сути это пустырь. Неблагоустроенный и без какого-либо сценария, как здесь можно провести время. А зимой это все еще превращается в грязевое поле из-за открытого грунта. Обычно в таком дворе есть какая-нибудь детская площадка, а вот взрослым здесь заняться решительно нечем. Хотя хороший двор – это потенциальная зона комфорта для жителя любого возраста. Здесь могут быть мангальные, беседки, просто лавочки, скамейки, где можно присесть и почитать книгу. Но, к сожалению, так не происходит. Чтобы прояснить ситуацию конкретно по этому двору, навстречу мы пригласили представителя районной администрации. Земельные участки сформированы под многоквардерными домами. Земля не муниципальная. Использование бюджетных средств – это нецелевое использование будет сюда. Ну, то есть, а есть варианты, допустим, программы какие-нибудь? Которые программы на сегодняшний день существуют. Они подразумевают такое благоустройство муниципальных земельных участков. Здесь люди должны сучить заправляющие компании и совместные с жителями. То есть, за собственность в ответе только сами жильцы. И тут либо передавать землю городу, либо пытаться найти варианты благоустройства с соседями. Еще можно поискать спонсора. Им, кстати, может стать бизнес, который арендует в доме первые этажи. Это, например, кафе или магазины. А за комфортные и удобные дворы Никита Шишков и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Продолжение следует...